друзья всем привет немножко проморгал корень у вот этой вот орхидеи хочу его сегодня вправить в нужное русло и заодно сделать обзор как чувствует себя вот это вот мамаша с которой мы четыре месяца назад вот с этого места сняли стволовую деточку вот эту вот и посадили вот в эту вот емкость и на месте этой снятой орхидеи детки у нас за четыре месяца мало того что появилась новая детка еще и посмотрите как она выросла это новая деточка так ну что давайте сперва с мамашей посмотрим на мамашу как она себя чувствует значит в апреле месяце в конце апреля месяца этого года это было четыре месяца назад мы с вами сняли вот с этой вот орхидеи купленную мною года наверное но не помню же года два точно назад в сетевом магазине и орхидея стояла два года у меня цвела ну цвела она конечно не два года а периодически но без пересадки и у этой орхидеи точка роста была занята цветоносом и из-за того что точка роста была занята цветоносом естественно у нее возле точки роста появилась деточка утро точно так же как вот та деточка как точно так же как вот это вот и в апреле месяца мы эту деточку с вами отделили у нас есть отдельно плейлист на канале который так и называется орхидеи букету пинку и именно так она называется диана вот так вот она называлась на ценнике у нее так было написано в районе около 3000 рублей она стоила два года назад в обе магазине мы ее купили и мы деточку отсоединили в апреле месяце и значит деточку мы поместили временно сперва с открытой корневой но они мы сейчас отдельно и посмотрим и покажу я вам а мамашу мы распотрошили из магазинной посадки и пересадили вот обратно ее в горшок вот за эти четыре месяца она у нас мамаша новые корни посмотрите зеленые такие изумрудные красивые корешочки нарастила и у нее из пазух здесь тоже полезли корешки и на месте значит срезанной одной орхидеи она нам выдала вот еще вторую орхидею то есть буквально прям я не знаю очень быстро после того как мы срезали одну детку она выдала нам новую очередную деточку и причем тоже примерно в том же месте где и срезали прошлую и новая детка тоже у нас выдает корни вот нам бы с этими корнями в отличие как от первой детки не проморгать прошлую детку мы проморгали но мы еще к ней вернемся в общем друзья мамаша у нас выглядит вот так вот все с ней хорошо ухаживаю за ней точно так же как и за остальными орхидеями поливается на замачиванием на две трети и вот такой вот результат вот в общем собственно говоря вот так она себя чувствует меня спрашивали в комментарии как там поживает букета пинка мамаша ну вот друзья вот так она поживает все с ней хорошо а немножечко минуточку прям хочу вашего внимания как говорится нет дыма без огня но все равно думаю что рано или поздно это произойдет поэтому хочу вас предупредить что скорее всего примут уже в ближайшее обозримое будущее youtube все-таки ограничит нам для пользования на территории российской федерации и поэтому всех любителей орхидеи подписчиков канала про орхидеи на ютубе георгий горячевский я прошу подписаться на канал в дзене где мы точно не потеряемся где уже выходят все те же самые видео про орхидеи даже больше выходят видео из архива выходят дополнительные видео еще много 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 интересной информации по уходу за орхидеями ссылка друзья для перехода в дзен есть под любым видео которое вот у нас есть на канале вот открываем например видео и вот под этим видео посмотрите вот она ссылочка вот она видео по уходу за орхидеями на уже работающем канале в яндекс дзене вот по этой вот ссылке нажимая на эту ссылочку а вы попадете сюда вот на такой вот канал в дзене георгий горячевский нажмите кнопочку подписаться и наслаждайтесь просмотром видео кстати не только выходят видео про орхидеи но и выходят видео из моей жизни думаю что многим из вас это будет интересно значит информация вся разложена вот по таким вот подборкам своеобразные такие а плейлисты касающиеся тем по орхидеям по обзорам орхидеи по уходу за орхидеями я еще буду дополнять эти плейлисты а конкретизировать по орхидеям поэтому друзья не теряйтесь заходите подписывайтесь и будем вместе на связи переживать все трудные времена всем друзья спасибо и мирного неба над головой но самый интерес а больше всего конечно же представляет я поставлю обратно сюда представляет ее деточка вот с ней история конечно у нас особенная почему потому что мы ее отделили у нее были большие длинные корни которые никак не укладывались для посадки и чтобы хоть как-то решить проблему с корнями мы замочили эту орхидею на не на один день в кашпо более больше чем вот это в котором она сейчас находится для того чтобы эти корни размягчить потому что ни в один из горшков это орхидея не помещалась и значит несколько дней она у нас замачивалась и сложились так обстоятельства что мне понадобилось уехать оставить без присмотра свою коллекцию орхидей и конечно же с открытыми корнями в жару я не хотел оставлять без присмотра вот эту вот деточку поэтому я решил законсервировать ее на временную такую посадку чтобы корни у нее ну первое в воде нельзя было оставить потому что нового корни бы однозначно воздушные они бы захлебнулись поэтому и с открытой корневой тоже оставлять особо не представлялось возможности потому что могло быть так что корни могли пересохнуть поэтому я решил следующим образом поместить в более мелкий сосуд немножко корни стали эластичными после замачивания ну собственно вот вы видите старые старую корневую систему это орхидейт уже новые выросли за эти четыре месяца и старые тоже раскуклились тут у нас вот они старые корешочки раскуклились и новые активно вот наращиваются это тоже вот доращивается старый наращиваются новые в общем красота прям неописуемый на самом деле вот и значит в эту емкость и она немножко так однобокая корни у нее в один в одну как-то сторону и эту орхидею значит сверху вот здесь вот я запечатал обычным мхом сфагнум мох был свежий то есть живой не засушенный и потом в дальнейшем размоченный а вот такой вот живой мох я ее просто в распор вот этим хом прижал вот к этой стенке вот и оставил полил мох водой увлажнил его немножечко воды из палец набрал вот сюда на дно чтобы корешки получали влагу и вот здесь у нас остался видите вот такое вот отверстие чтобы здесь у нас заходил воздух чтобы циркулировал воздух чтобы все это дышало и все в общем собственно вот так вот оставил сверху присыпал вот такой вот корой но и по-моему я уже позже сделал чуть-чуть вот и по приезду через десять дней вернувшись да но я обнаружил что орхидея прекрасно себя чувствует стоял вопрос ее пересадки я показал вам ее на канале эту орхидею и попросил может быть оставим либо пересадим точнее не так я задал вам вопрос ну что пересаживать будем и как пересаживать будем и к моему удивлению большинство из зрителей нашего канала уже в мае месяце проголосовали за то чтобы оставить эту орхидею вот в этой вот консерве так мы ее назвали маховая консерва для корней орхидеи и понаблюдать как дальше будет развиваться событий как дальше будет себя чувствовать орхидеи ну мы в общем ее так и оставили единственное что я сверху присыпал корой чтобы мог сверху не на нем не осаживались водоросли не цвел не багровел не не разлагался в общем меньше разлагался и вот на сегодня друзья картина вот такая вот орхидея растет не поднима по часам конечно после пересадки она у нее было два листика здесь еще она их отсушила но за это время она успела еще и новых корней вот это все это все новые корни у нее растут вот это все это новые корни вот это вот это все за 4 месяца новые корни наросли и при этом старые еще нормально себя чувствует единственное что вот здесь вот кончик у одного корня повредился но это друзья и вот эти кстати корни это тоже наросли а старые вот от этих сочленений наросли старые корни то есть и старые внутри и новые наросли значит в одном из видео я рассказывал как я поливаю но вот сегодня я на покажу как я подливаю сюда воду буквально сколько дней на но неделю назад я увлажнял то есть неделю назад орхидея примерно вот в таком же состоянии находилась я не даю ей пересыхать чтобы даже совсем вот чтобы корни постоянно были зеленые я не даю ей здесь вот что прям высыхала и тем более чтобы мог просыхал до хруста то есть он постоянно влажный здесь полностью всегда влажная среда но сегодня мне вот предстоит вот этот вот корешок немножко я проморгал и вот этот корень ушел не в то русло поэтому я сегодня его хочу вместе с вами немного направить туда куда ему нужно направляться я периодически делаю вот кстати вот с этим корнем тоже я его загибал сюда вот он тоже вот так вот вырос и вверх торчал и мы его загнули и он пошел вниз вот видите прекрасно растет не знаю насколько получится с этим корнем но нужно его направить вниз а то он промахнулся так вот так вот и потом польем мы эту орхидею я увлажню потихонечку вот так вот знаете надо чувствовать знаете этот момент когда орхидея ну вот вот то есть может надломиться корень поэтому я аккуратненько его вот сюда вот так вот пониже сейчас опускаю вот и сейчас я его кончик до кончика дотрагиваться нельзя я уже говорил не раз что у на кончиках у орхидеи на растущей на растущей ткани появляются резоиды резоиды с помощью которыми орхидея в том числе крепится к поверхности потому что роль корней она не только влагу и питательные вещества получать из окружающей среды но еще и закрепляться потому что фаленопсис и это орхидеи воздушные эпифиты и одна из главнейший роль корней это прилепляться к поверхности то есть удерживать орхидею удерживать ее от ветров от раскачиванием и так далее там подобное в общем вот так вот ее можно конечно здесь еще какой-нибудь галыш положить чтобы придавить чтобы корни уходили уходили вниз этот корень тоже хочу сейчас он тот немножко его прикрыть так чтобы корешки уходили внутренне все в общем как то так и вот сейчас я набрал сюда чуть больше 100 грамм воды я хочу смочить сверху ну во первых вот эти корни так вот вода попадает на мох и распределяется по мху вот прям смотрите раз и сразу по мху немножко на дно уходит сюда вот этих вот 100 грамм друзья хватит на 7-10 дней если я собираюсь допустим оставить эту орхидею ну вот видите как вода набралась если собираюсь оставить орхидею на более чем на 10 дней без присмотра и допустим жаркая погода то конечно побольше воды наливаю сюда и она это как знаете фитиль естественный фитиль своими корнями отсюда тянет эту воду вот все вот такое друзья состояние детки букета пинку и ее мамаши думаю что к новому году мы уже эту девочку с вами отделим точно так же как и вот это вот потому что корни у нее тоже растут семимильными шагами вот значит про наращивание корней вот этих вот это будет отдельная тема отдельное видео вот сегодня просто у нас обзор как чувствовать себя орхидеи спрашивали вот я показываю орхидеи чувствуете великолепно так немножко вот так вот корень чтоб придавить чтобы он лез вниз он упрется сейчас будет расти упрется в стенку и решит куда ему идти ну наверное скорее всего вниз он пойдет вот и потом вот этот вот тоже не пропустить все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока